Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Наш Янаульский район посетило 7 районов. Именно в этом фестивале приняли участие это северо-западные регионы нашей республики. И когда подвели итоги уже в этом году, мы стали лауреатами первой степени по лучшей программе этого фестиваля. Лауреатами второй степени по передаче штандарта «Салют Победы». Также у нас в феврале, в марте месяце, до середины марта проходил отборочный тур, республиканский конкурс «Поющая деревня». Кстати, вот 2 апреля в этом году он у нас продолжается, и лучшие номера у нас уже в октябре месяце будут проходить уже на финальный тур. Самые лучшие концертные номера, сельские, именно сельские, будут принимать участие в Уфе. А вот потом уже, как все прекрасно мы знаем, началась пандемия, но наши работники культуры все равно не остались в стороне. Они, как волонтеры, помогали, раздавали продукты питания, сидели на обзвонах телефона. Также наши машины, учреждения культуры курсировали по городу, развозили продукты. Ну вот, волонтерской деятельностью мы занимались. Также ряд мероприятий у нас прошли к 9 мая, к 75-летию Победы, где во дворах мы проводили концертные номера с участием наших ветеранов. Я думаю, это было очень интересно. Многие жители, конечно, были удивлены, когда видели эти наши концертные бригады. Также 22 июня наши работники культуры во дворах уже выезжали с бригадами, выступали с концертами. Было охвачено 5 дворов у нас по району. Но, вернее, в городе и по району тоже сельские клубы делали концертные программы. Конечно же, ряд мероприятий и на селе, и в городе, они у нас прошли в онлайн-формате. Все наши клубные учреждения, библиотечные, работники культуры выставляли свои мероприятия на сайтах, вконтакте, в одноклассниках. Поэтому без дела никто не сидел, хотя клубные учреждения были закрыты, конечно, но эти акции у нас проходили дома. Кто как мог, так и старались как-то показать, внести, скажем так, свою лепту. Затем была хорошая подготовка у нас к юбилею района. 9 октября мы провели 90-летие со дня образования нашего Янаульского района. Был подготовлен прекрасный концерт. Было очень много приглашенных наших земляков, наших артистов, которые приняли участие в этом мероприятии. Ну и вот потом потихонечку уже начали готовиться к Новому году. С марта месяца у нас, наконец-то, наши площадки театральные открылись. Мы уже можем заполнять наши концертные залы на 100%. Поэтому в апреле месяце у нас приезжает очень много артистов. Люди, конечно, соскучились по концертам. И вот с 1 апреля у нас начинает именно так концерт свой наш земляк, народный артист Республики Татарстан, Башкортостан. У нас как Нигматуллин, также затем приезжает Решат Тахватуллин, татарский театр наш Нур Уфимский, также Элвин Грей, Радик Вилли Акшен. И завершает эти мероприятия у нас Анвар Нургалиев уже 24-25 апреля. Кроме того, 2 апреля у нас продолжение нашего республиканского конкурса «Поющая деревня», который мы начинали в 2019 году. В феврале, как я до этого говорил, мы его провели в нашем районе. Самые лучшие номера мы подготовили. И 2 апреля к нам приезжает республиканская жюри. Ну а вот в октябре месяце лучшие из лучших, скажем так, они выступят на галоконцерте в Уфе. А в апреле месяце мы начинаем подготовку к 1, к 9 мая. Это традиционная. И, конечно же, 28-29 мая у нас в районе пройдет 11-й республиканский конкурс «Монгабай Гармон Байрама». Также всех желающих мы вот сейчас принимаем заявки. Можете обращаться в управление культуры. Кто хочет? Есть уже желающие? Желающие есть, заявки уже принимаем. Поэтому мы всех вас ждем 28-29 мая. Также традиционно в июне месяце мы проведем национальный наш праздник «Сабантуй». Долгожданный. Долгожданный, да. Очень ждали. В прошлом году не получилось. Готовились, но не получилось у нас. День города, день молодежи – это обязательно. И вот большое мероприятие, которое нас ожидает в начале июля – это Всемирная фольклериада 6-я. Она пройдет и в нашем районе. На данный момент ведутся переговоры, подготовка к фольклериаде, намечается приезд делегаций из 8 стран. Это пока примерно так. Надеемся, проведем мы его, как всегда, на хорошем, высоком уровне. Также в Историко-краеведческом музее, в библиотеке, в детской школе искусств пройдут ряд мероприятий, посвященных году истории башкирского языка, году активного здоровья и долголетия. В наших клубных учреждениях, не во всех, конечно, имеется спортивный инвентарь. Мы стараемся каждый год приобретать, чтобы наши жители и молодежь, и люди старшего поколения активно занимались спортом. Спорт – это здоровье, поэтому мы с удовольствием приобретаем даже по программе реальные дела. Берем не только музыкальные инструменты, оборудование, но и спортивный инвентарь. Также мы приобретаем по грантовой поддержке партии «Единая Россия». Три года подряд мы выигрывали эти гранты. В последнее, в 2020 году приобрели у нас автобус «Газель» 20-местный, мы от чему очень рады. Музыкальное, световое, звуковое оборудование, шили костюмы не только для наших городских учреждений, но и для сельских. Также занимаемся косметическими ремонтами на эти средства. И вот в дальнейшем также мы будем принимать участие в этой грантовой поддержке. Есть, наверное, и какие-то проблемные моменты. С какими проблемами сталкиваются работники культуры? Проблемы, конечно же, есть. Это вот не только финансовые. Это понятно, это везде есть такая проблема. Но вот, как я до этого говорил, участвуя в грантовой поддержке, мы приобретаем и оборудование, и свет, и звук. Вроде бы на селе мы сейчас стараемся и отправлять наши концертные бригады, которые приезжают с городов. Население или боится выходить, или же, не знаю, имея интернет, они дома смотрят эти концертные программы. Очень, конечно, слабо выходят в клубные учреждения. Наши работники и по домам ходят, приглашают. Но вот все равно есть такая небольшая проблема. Вы можете обратиться к жителям? Ну, к жителям, да. Вот не только бы хотелось, чтобы и в городе у нас концертные коллективы приезжали, выступали. Поэтому мы и отправляем и на село, чтобы культурно их обогащать. Не все же могут приехать в Фенаул, не у всех есть транспорт. Да и удобно у себя. Конечно, у себя. Если вы вышли в клуб, как раньше поселишь. Да, 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 да. Вот раньше мы с удовольствием бегали, смотрели и кинофильмы смотрели, и концерты, которые приезжали. Всегда были полные залы. Вот сейчас, конечно, не знаю, народ тяжеловато ходит на эти мероприятия. Вроде и делают качественные концерты, приезжают артисты. Стараемся приглашать. Поэтому хотелось бы наше население как-то подтолкнуть. Чем сидеть дома? Конечно же, выходите в клубные учреждения, ходите в библиотеки. Принимайте активное участие в наших концертных программах, в наших конкурсах. Мы вас всегда ждем. И в культурной жизни. Конечно, конечно. Отрадно то, что наши клубные учреждения начали сейчас вспоминать те прошлые годы, когда они ездили друг к другу с концертами. Вот сейчас это у нас возобновляется. И вот как раз к этому конкурсу в республиканской поющей деревне они начали обмениваться опытом. Ездят вот так друг к другу с концертными программами. Население, надеюсь, поддержит их и будет выходить, принимать участие на наших концертных площадках. Есть ли у вас какие-то пожелания жителям нашего района? Конечно. Хотелось бы, чтобы они у нас принимали активное участие на наших мероприятиях. Нашим творческим коллективам пожелать успехов. Чтобы, конечно, они радовали нашего зрителя новыми концертными номерами, новыми театральными постановками. Пожелать им, главное, крепкого-крепкого здоровья. Ирина Тодисович, спасибо большое за беседу. На этом наша программа подошла к концу. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok 1 апреля ожидается пасмурная погода, дождь, ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 2, плюс 4 градуса. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. В северной половине республики небольшие осадки в виде снега и дождя. Местами отложение мокрого снега на провода и деревья, гололед. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, минус 5, при прояснениях до минус 10, днем плюс 2, плюс 7 градусов. 31 марта. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1814 году, русские войска во главе с императором Александром I триумфально вступили в Париж после сражения у его стен. Падение Парижа стало окончанием всего периода наполеоновских войн. Перед взятием города русская армия потеряла 6 тысяч человек убитыми и ранеными. Вскоре после того, как французская столица перешла в руки Александра I, Наполеон отрекся от трона. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. ОТОРНОРНОРНОРНОРНОРНУКО РАССЕ Ты кто? Я ваше счастье. Девочка, мы тебя не планируем. Проходи. Разве счастье можно планировать? Счастье не планируют. Каким вас видят другие люди? Вы вежливый, вы всегда рады помочь. Вы воспитанный, вы уважаете старших. Вы интеллигентный, умеете проявлять особое внимание. Но что больше оценят люди? Они оценят реальную заботу об их здоровье. Коронавирус по-прежнему опасен. Носить маску значит проявлять заботу об окружающих. Более 300 тысяч. Именно столько переписчиков будет работать на предстоящей переписи населения. С 1 по 30 апреля они обойдут каждый дом и каждую квартиру в стране. Узнать переписчика будет несложно. На каждом из них будет синий шарф и жилет. На плече или в руках портфель с надписью «Росстат». Тоже синий. А еще электронный планшет. Но самое главное – удостоверение и паспорт. Их переписчик обязан показать первым делом. И только после этого начинать задавать вопросы. У тех, кто уже переписался на портале Госуслуг, переписчики спросят код подтверждения. Скажут «спасибо» и пойдут дальше. Остальным зададут несколько вопросов, а ответы внесут в электронный планшет. В следующем выпуске мы расскажем, на что еще следует обратить внимание при общении с переписчиком. Человек может бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь. Как бежит вода. И как работают другие люди. Красиво, если это не связано с бедой. Это все можно увидеть на пожаре. Будьте осторожны при обращении с огнем. При пожаре звоните в Единую службу спасения по телефону 01. Мобильная связь 112. Субтитры создавал DimaTorzok